Приветствую, друзья! Откуда был сухой закон и о чём меня спросила Раиса Максимовна Горбачёва, когда создавался Институт Человека? Ну, я там сидела на первом ряду, и там вот зашла Бехтерева Наталья Петровна, и Горбачёва села со мной рядом после того, как я сделал доклад. Я только вернулся из агрофирмы Ада же, которую Альберто Несич Каус создавал, Героя Социалистического Труда. И вот интересно очень было, потому что я не знал, что брат Горбачёвый лежал в психиатрической больнице. Не знал просто. И вот когда она ко мне обернулась, сидя рядом со мной, и сказала, «А можно ли метод ваш ключ?» Это после моего доклада, когда я рассказывал, что такое ключ. «А можно ли ваш метод ключ применять для лечения алкоголизма?» А я как бы так вот индифферентно сидел, потому что за мной там на соседних рядах сидели профессора, ну, которые, когда я в Институте Сербского защищал свой метод саморегуляции ключа, я академик Морозов, который был директором этого института, меня поддерживал, потому что он сам лично видел, как я детей инуретиков по досковом отделении лечил. Но я там был на испытании метода. И вот, значит, они там сидели за мной в рядах, чтобы они не подумали, что я использую ситуацию для завязывания личных отношений с Горбачёвой. Я как-то так индифферентно сидел, и зря, оказывается. И не знаю, что было бы потом, если бы я вдруг начал ей отвечать. А может быть, я тоже раньше попал бы в сумасшедший дом, как писал в своей книге Хулия Картасар про создателя горячего джаза. А может быть, он раньше попал бы в сумасшедший дом. Ну, короче говоря, никто не знает, куда кривая выведет. Но Горбачёва тогда меня спросила об этом. А потом, только через годы, я понял, что сухой закон-то вышел потому... Наверное, потому что брат Раиса Максимовна был в психиатрической больнице из-за алкоголизма. И Горбачёв тогда создал сухой закон. Наверное, так. Я так думаю. Это такое моё мнение. Я помню, я тогда работал в Армении по приглашению. Пэлл Пазистер обучал операторов микросборки женщин меньше уставать во время работы. Да, я помню. Это 80-е годы. Я помню, что тогда шутили тогда ещё люди в Армении. Там кто-то ещё сказал. Ну, они в чайнике наливали водку, а сидели уже как будто пьют чай. И кто-то говорил. Ну, будем думать, что когда армянские, грузинские поэты ещё пили вино. Это было то время. Ну, шутили. Потом, на самом деле, отменили сухой закон. Но вырубили тогда столько виноградников. А я жил в Дагестане ещё. И у нас тоже виноградники вырубили. И везде вырубили. И неизвестно, куда, какое действие, какую ответственность несёт. Вот так, друзья мои. А, да, подошёл ко мне потом, после того, как я вышел, какой-то парень показал мне пробирочку. И говорит, а я после вашего доклада подошёл к Раисе Максимовне и сказал, вот чем надо заниматься. А не тем, что говорит доктор Алиев. И показал мне эту пробирочку, я понюхал, а там были ароматы. Он говорит, я ей это сказал, дал ей понюхать. Вот чем мне надо заниматься. Ну, вот как всё интересно. А потом у меня, через много лет, моя близкая коллега, подруга подарила мне аромат прекрасный. Валентина Киселёва. Которой я сердечно благодарен. Потому что она мне сделала аромат, настоящий аромат. Вот он у меня на аромат, я недавно его показывал. Показывал, я там брызнул на себя и сказал всем нашим слушателям, кто почувствует аромат, скажите мне, напишите в комментах. Да, и мне сразу стали писать, ой, какой аромат, какой аромат. А на самом деле они как могли видеть через экран, какой у меня аромат. Он шикарнейший. Шикарнейший. Именно мне сделала Валентина Киселёва. Она умеет это делать. А вы смотрите на её канале, какие интересные вещи она рассказывает. Она же очень умная. Да. И философически мыслит. Так я начал с института философии, о науке человечности говорю, и о развитии творческих качеств. И о том, что раньше и Чумак нас по телевизору вот так вот заставлял, как говорится, понюхать разные вещи. А там, оказывается, профессор однажды, когда читал лекцию, я об этом рассказывал, вытаскивал пробирку и говорит, то, первое, почувствует бензин или там, или спирт, поднимите руку. И в зале стали поднимать руки, а там была дистиллированная вода. В общем, кто понял, тот понял. Пишите комменты. Вместе мы сила. Развиваем нашу школу человечности. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok